А что ты делаешь на дороге в такую ночь? Говоришь, ты местная. Раккун-сити. Либо ты, либо я. Осторожно! Есть кто? Милая, нам надо уходить. Закройте ворота. Зачем ты вернулась, Клэр? Этот город отравлен. Нужно остановить это. Иначе весь мир будет в опасности. Что, идем? Идем. Он что, его... Что Амбреллы здесь делали? Они проводили на них эксперименты. Это работа всей моей жизни. Я никому ее не отдам. Викерс, это шериф Айронс. Возьми уже чертову рацию! Амбреллы хотят здесь все уничтожить. Я хочу убраться отсюда поскорее. Многие в комментариях меня спрашивают, где посмотреть тот или иной фильм. Я это делаю в онлайн кинотеатрах. И одна из моих любимых площадок — это Netflix. Но покупать подписку напрямую у них очень дорого. Поэтому я создал аккаунт на GGSEL. Смотрите, я выбираю аккаунт за 89 рублей. У этого продавца больше 5000 продаж и 400 положительных отзывов. Значит, он надежный. Оплачиваю его и получаю аккаунт на 30 дней. За сущие копейки. Эта же подписка напрямую стоит 999 рублей. А я ее взял в 10 раз дешевле. Помимо аккаунтов Netflix, на площадке есть и другие позиции. Такие как Xbox, Steam, VPN, Origin, Minecraft, Uplay, World of Tanks, CSGO и даже ключи от Windows. Вот, смотри, лицензионный ключ за 169 рублей. И это самый настоящий ключ. Никакого подвоха. GGSEL — это торговая площадка, на которой продавцы выставляют свои товары. А пользователь может безопасно их купить. Безопасность для пользователя заключается в том, что деньги, отправленные пользователем, не идут напрямую в карман продавцу. Это как Алиэкспресс, только с цифровыми товарами. Переходи по ссылке из описания и начинай экономить вместе с GGSEL. В тот день, когда ты уехала в Марсель, я отвез тебя в аэропорт. Зашел в сувенирный магазин и увидел это ожерелье. Оно было золотое, и на нем было написано «Стилуотер». Я подумал, что это будет маленький кусочек дома, который можно взять с собой. Вы в Марселе в отпуске? Нет, я здесь, чтобы навестить свою дочь. Вы — отец этой девочки, американской студентки. Да, мэм. Эллисон приехала сюда учиться в колледже, и там она встретила эту девушку, Лину. Однажды ночью она нашла Лину мертвой и позвонила в полицию. Но все, что их волновало, это то, что Эллисон спит с какой-то арабской девушкой. Я любила ее. Я знаю. Но все думают, что это я ее убила. Мы исчерпали все юридические возможности. Адвокат вам не помогает? Пока я делаю это сам. Я могла бы помочь. Как тебя зовут? Майя. Майя. О, это очень мило. Она очень заботлива со мной. Ты видел этого парня раньше? Никто не будет с тобой говорить. Ты не отсюда. Это небезопасно для тебя. Она моя маленькая девочка. Папа, пожалуйста. Я не собираюсь сдаваться. Это будет серьезной ошибкой. Совершить преступление, чтобы доказать невинность вашей дочери. Это не вытащит ее из тюрьмы. Отправит туда вас. Господи, пожалуйста, не спускай глаз с Эллисон. Аминь. Полиция. Ты просил ее солдать? Я пытаюсь вытащить свою маленькую девочку из тюрьмы. Это все, что меня волнует. Ты сейчас говоришь очень по-американски. Хорошо, так и есть. Да, и ты здесь чужой. Что ты сделал? Ты просто должна довериться мне. Значит, они забрали 20 баксов и старые часы? Мистер Мэнсел, вы пытались им помешать? Нет. У тебя же был шанс, пап. Слышал, у тебя прошлой ночью были гости. Жаль, они ко мне не заглянули. Ну и что ты их не вышвырнул? Я пытался свести ущерб к минимуму. В натуре? И что, получилось? Как дела? Судя по лицу, не очень. Я долго себя сдерживал. Но зверь внутри меня рвется наружу. У тебя какие-то проблемы, старпер? Вам конец, ублюдки. Тяжелый был день. Да уж, вижу. 12 лет я работал на очень опасных людей. Быстро все в подвал. Что происходит? И не звони в полицию. Таких, как я, называли аудиторами. И если ты видел меня у своей двери, жить тебе оставалось недолго. Но я все бросил ради семьи. Стой! Стой! Возможно, я слегка перестарался. Когда ты исчез, за тобой остался неоплаченный долг. И твой кредитор теперь знает о твоем воскрешении. Они пришли за моей семьей. Они украли мой браслет с котиком. Только посмей, тварь. Быстро вернул браслет с котиком! Фигово выглядишь, пап. Видел бы ты остальных. Да кто ты вообще такой? Я? Я никто. Режиссер Илья Найшули. Поскольку на Земле невозможно больше жить, всем оставалось переехать в космос. Добро пожаловать на орбиту. Космический мусор. 1,7 тонн. Мы выручим за него 400 долларов. Прибавь газу. Почему только я словно все время работаю? Давайте закругляться. А эти ребята неплохо справляются. Леди за антенной! Нас за нее штрафуют! Боже мой. Давайте заработаем деньжат. Боже, как же это выматывает. А ты еще кто? Она была в той машине? Без понятия, как она выжила. Робот чрезвычайно опасен. Его почти не отличить от обычного человеческого ребенка. Но на самом деле это оружие массового поражения. Ложись! Мы можем срубить с нее кучу бабла. Бабла? Ты хочешь продать ее черным лисам? Да. Два миллиона. Наличными. Не опаздывайте. Долго мы ждать не будем. Что произошло? Я с самого начала чуял неладное. Ты всегда так говоришь, когда все идет из рук вон. Это нехорошо. Если хотите жить, бегите. А если останетесь? Сражайтесь. КОСМИЧЕСКИЕ ЧИСТИЛЬ Зачем мне тебя предавать? Тайны есть у всех. Вопрос, какие хранишь ты? Человечество на пороге глобальной катастрофы. Где 007? Мне нужна твоя помощь, брат. Ты единственный, кому я могу доверять. Мир сошел с ума, мистер Бонд. Ты агент 2.0? Именно. Так что прочь с дороги. Встанешь у меня на пути, прострелю колено. Причем здоровые. Я думала, вы двое поладите. Имя? Бонд. Джеймс Бонд. Вы разве не умерли? Я тоже скучал к ее. Он самый ценный актив нашей страны. Если чувствуете, что теряете контроль... Я никогда не теряю... ...контроль. Джеймс, вы пожертвовали всем ради нее. Но ее самая страшная тайна будет стоить вам жизни. Что это? Поверь, лучше тебе не знать. Джеймс Бонд. Лицензия на убийство. Лицензия на убийство. Склонность к насилию. У нас много общего. Но только все ваши достоинства исчезнут, как только вы умрете. А я буду жить вечно. История не слишком благосклонна к тем, кто мнит себя богом. Не время умирать. В кино с 9 апреля. Эван Макколи. В 14 лет тебе поставили диагноз шизофрения. После того, как ты вырезал слова «начни себя» у себя на груди канцелярским ножом. Начни себя. Что это значит? Взгляни на эти вещи. Какие твои? Не тратьте свое время на всю эту чепуху. Моего тут ничего нет. А это твое? Я понятия не имею, о чем вы говорите. Господи! Всякий раз, услышав твой ответ, не знаю. Я буду спускать курок. Это твое? Слушайте, я не знаю... Да ты свихнулся! Последний шанс, Эван. Это... Дещь. Твое! Привет, дружок. Эй! В машину! Это не первая твоя жизнь, Эван. Ты бесконечен. Ты жил... и умирал. Тысячи раз. Вы говорите о реинкарнации? Если сумеешь вспомнить, кем ты был, то поймешь, кем можешь стать. Дети никогда не приходят, если им что-то не понадобится. Пап, мне нужна твоя помощь. Я возьму пальто. Через 30 лет в будущем мы ведем войну. Наш враг не человек. И мы проигрываем. Нам нужно, чтобы вы сражались. Я вернусь. Я люблю тебя. Когда вас пошлют на эту войну, вы будете сражаться не за свою страну, а за весь мир. У тебя все в порядке? Да, иду на войну. Хватит болтать. Слушайте. Извините, когда я нервничаю, я болтаю. У меня, наверное, все 97 по нервной шкале. Будет весело. Добро пожаловать в будущее. Вы и ваше подразделение сейчас находитесь в 2051 году. Они повсюду. Мы для них еда. И они голодны. Наш враг умнее. Быстрее. И сильнее. Больше, чем ты можешь себе представить. Хочешь увидеть что-то реально опасное? Я чувствую это все время с тех пор, как попал сюда. Ну ладно. В течение следующих нескольких недель человеческий род исчезнет с лица Земли. Ничто из этого не имеет значения. Вот тут ты ошибаешься. Я ни капельки в это не верю. Вместе мы сможем остановить эту войну. От того, что когда-либо произойдет. Это моя возможность дать этому миру второй шанс. Второй шанс действительно сложно получить. «Большинство людей» хорошее. Но есть и плохие. Взять я! А ты? Ты редкий вид. Сделай все красиво. Ты всегда хорошо импровизируешь. Только не сегодня. Мы лишили жизни столько людей моими руками или твоими. но только тех, кто действительно заслужил. Однажды и для нас придет часть расплаты. Она не сбежит, залежет рано и придет за нами. Кто-то убил моего друга из-за контракта, который он выполнил много лет назад. Неужели? Отвечай, или я стану твоим последним воспоминанием. А ты не думай, что некоторые тайны лучше не раскрывать. продолжишь в том же духе умрешь. Я лишу жизни всех, кто встанет у меня на пути. Она тебя заинтриговала. Слегка. Это же дурной тон. Нет. Хотел бы я встретить тебя при других обстоятельствах. Это лучшие обстоятельства из всех возможных. Я за тебя волнуюсь. Ты живешь сам по себе в богом забытом месте. Здесь картели переводят наркотики, людей и оружие. Я не испуглива. Кто лучший пес на свете? Распоряжение банка. Ваше ранчо будет выставлено на аукцион. Дайте мне немного времени. Вы не пройдете. До дороги слишком далеко. Вызову пограничников. Не надо, пожалуйста. Мама! Эта женщина и мальчик поедут с нами. Я служил в морской пехоте. Предлагаю вам развернуться и адьос. Я тоже солдат. И мне приказано разобрать их. Помогите ему. Прошу. Здесь ты в опасности. Пошли. О чем ты думал, увозя его? Его уже ждали на границе, чтобы убить. Ты хоть понимаешь, на что я ради тебя пошел? Хотите помочь? Везите обратно. Сам домой не берусь. Отвезу к твоей семье в Чикаго, а дальше делай, что хочешь. Тот человек у границы из картеля вас киснет. Он вас найдет, а потом убьет тебя. Этот мальчишка ни в чем не виноват. просто кто-то должен дать ему шанс. Думаешь, мне понравится в Чикаго? Тебя ждет долгая хорошая жизнь. Он ваш внук? Нет, его мать просила присмотреть за ним. Похоже, она в вас очень верит. Ты не можешь прятаться вечно! Бегай! Неприятности на дороге? Да уж. Томас, вы чем-то встревожены сегодня. Расскажете, что произошло? То, что мне снится, не похоже на обычные сны. Я что, схожу с ума? Мы не используем здесь этот термин. Привет. Мы знакомы? Полетаем. Ты ищешь правду, Нео? Тогда следуй за мной. Единственное, что для тебя важно, до сих пор здесь. Поэтому ты все еще сражаешься и никогда не сдашься. Ты меня не знаешь. Нет? Ты ищешь правду, ах! Ты ищешь правду, Субтитры создавал DimaTorzok Матрица Воскрешение